Здравствуйте, дорогие друзья! Театр поэтов в ваших экранах. Меня зовут Владимир Антипенко, моя авторская программа. И сегодня ко мне в гости пришла поэт Елизавета Кобец. Здравствуйте, Лиза! Здравствуйте, Владимир! Ну, сначала я прошу всех стихи читать поэтов, собственно, и делайте это. Что с природой случилось? Метаморфозы? За окошком мороз? На окне растут розы. Что во мне изменилось? Метаморфозы. Улыбаюсь, как чудо, хрупкой мимозе. Все вокруг превратилось, словно в сказочной прозе, в мир таинственный, странный. О, метаморфозы! Спасибо, Елизавета Кобец. Лиз, ну вот я о тебе, конечно, знаю, а наши зрители, наверное, не очень. Расскажи сама о себе. Больше тебя будет видно в эфире. Кто ты, что ты? Стихи начала писать лет с трех-четырех на берегу Гомеровского моря. После чего волею судеб и службой отца офицера было заброшено на Кольский полуостров. Перед этим был Белгород-Днестровский, Террасполь, Кишинев, Молдавия, разные города. На севере я ознакомилась с тем, что зима может быть снежной, пушистой, гроздья рябины будут запорошены снегом, и яркие грудки снегирей вторят цветам рябины. Там началось ощущение и восприятие природы с севера. Взаимосвязь с природой юга дало цикл стихов, посвященных природным явлениям. А после, когда взрослела, ознакомливалась с литературой, поэзией, историей, писали стихи на известные произведения, как в Торе произведения Пушкина, Гумилева, Державина, Грина, то есть то, что близко. После чего переезд в Санкт-Петербург. Уже здесь окончила инженерно-экономический университет с красным дипломом. — Техническое у тебя образование? — Нет, связи с общественностью, маркетинг, реклама. — А еще у тебя было одно какое-то образование? Ты все время про него умалчиваешь. Где-то ты там что-то еще училась. — Я также училась на различных журналистских площадках по поводу редактора текста, редактора средств массовой информации. Была аспирантура, каюсь. Увлекаюсь боевыми искусствами. То есть мне интересно... — С детства причем? — Да. Первым моим учителем был мой папа, кобец Александр Леонидович, который поставил первый удар, показал, как можно заломать человека, который нападает на тебя и защитится. — И даже однажды у тебя была история, что в поезде ты ехала, и какие-то там пьяные люди зашли, там что-то пытались в купе к тебе, да? — Да, было. — И ты их сдала в милицию? — Люди не совсем корректно себя повели, стали ломиться, как ты правильно сказал. Пришлось указать, что они весьма неправы. — Связать их там? — Да, их же собственными ремнями. И вызвать наряд на транспорте. — Хорошо сказано. — У нас звонок в студию, кстати, неожиданно. Алло, здравствуйте, да? Очень интересно. — Алло. — Алло. — Да, здравствуйте. — Можно задать вопрос? — Да, пожалуйста. — Здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемая гостья студии. Вот я хотел бы гостей задать следующий вопрос. Вот меня интересует, как отличить истинную поэзию от подделки муляжа. Я вам хочу процитировать четыре строчки, а вы скажете, поэзия это или нет. Автора нарочно не называют. Кто-то в верности партии клялся, кто-то резался лихо в лото, и в туманную даль удалялся алкоголик, укравший пальто. Скажите, пожалуйста, является это поэзией? Если нет, то почему? — Хорошо, спасибо. Мы сейчас ответим на ваш вопрос, но перед этим все-таки я бы хотел, чтобы, Лиза, ты еще стихотворение свое исполнил. Сначала. А мы потом, мы сейчас ответим на ваш вопрос. Горят рябины, алые костры, Из сердца выгорает до кострища, Любви законы только тем ясны, Кто оказался вдруг ногой и нищий. Горят рябины, падают листы, Шафранный лик луны круг замыкает, И осени торжественные сны В мой воспаленный разум проникают. Осенний воздух сделался весом, Дым и костров пронзили звездный омут. Лиловым кантом, будто обведен Таинственного парка тонкий профиль. Приду по улицам, вдыхая аромат Увянувшей листвы. С утра ненастье, Резной янтарный лист, Как аксельбант, Венчает мокрой осени несчастье. Я возвращусь домой, Душа пылает, Иду на улицы, Костры рябин, Моя любовь, Меня дотла сжигает, С метением, Полыхающим в груди. Спасибо, Елизавета Кобец, Свои стихи. А теперь вот, Давай отвечаем на вопрос, Как отличить подделку поэзии От неподделки, И является ли то четверостише, Которую уважаемый прочитал в эфире, Поэзии. Твое мнение. Насколько могу судить, Поэзия – это продолжение мысли, Это душа, Это древо, Которое прорастает у тебя из сердца. Оно должно сочетать и истинные чувства, И четкий ритм, И слова, Чтобы стаккатой подтверждать правду. Поэзия не должна быть ложной, Поэзия не должна быть написана За звон монет. Понятно, а как отличить? А это уже, наверное, чувство текста, Чувство слов. Ясно. А вот данная четверостише, Которая прозвучала, Не сильно помнишь уже? Не сильно. Хорошо, а можно я отвечу быстро? Значит, дорогие друзья, Вот когда вы приходите в русский музей, Допустим, И смотрите эти картины, Корпус Бенуа, допустим, Там есть и картины советского периода, В том числе. Вы как бы уже заранее, Поскольку поэзия в русском музее, Значит, это гениальные, Замечательные картины, Шедевральные, Или какие-либо. Здесь нету вот этого, Как это, Как, знаете, на продуктах ставят, Знак качества, И там, значит, Вот срок годности стекает тогда-то. Единственным мерилом тут является только Ваша собственная душа, И ваше понятие, Вот лично ваше. То есть, если вы считаете данный текст, Данное произведение данного человека поэтом, Поэзией, Значит, для вас это так является. А дальше уже со временем, Социум, Там общество, Что-то принимает, Что-то не принимает. В разные времена принимаются разные стихи, И могут какие-то, Может быть, Кто знает, Может быть, Пушкин будет несовременен когда-нибудь. Кто знает. Может, Будем все на китайском разговаривать, К примеру. Имею в виду в России. Поэтому, В общем, Мое мнение такое. А то, что вы прочитали, Вот это четверостишее короткое, Вы поймите, Еще есть такое понятие контекст. То есть, Вы выдрали из контекста четверостишее. Мне понравилось это четверостишее, Я считаю это поэзией. Лично я. Теперь переходим к Елизавете Ковиц. Лиза, Рассказывайте. Ну, Если продолжить тему поэзии, И развитие ее в моей жизни, Значение, Можно сказать, Что поэзия облекает жизнь в особые слова, Дает особый стимул, Стимул, И наполняет красками. Порой это не совсем яркие краски, Солнечные, Светлые. Порой это краски, Которые заставляют уйти В терракотовую, В черно-белую, Монохромную гамму, Чтобы понять социальную составляющую, Проблемы, которые есть в обществе. Это не только природа, Это не только любовь К каким-то произведениям и событиям. Нужно еще быть социально ответственным человеком, Понимать, в каком обществе мы живем. И есть цикл стихов на сегодняшний день, Который как раз выражает гражданскую позицию. Твою. Мою, как поэта. Знаешь, удивительно, Ты когда даже просто говоришь, Как поэзию слушаешь. Благодарю. Давай гражданские стихи там, Чего там. Хоку рок-н-ролл. Продав задорого душу, Купить винила, Любовь в кино, Разговор никем не подслушан, Всем на тебя, Давно все равно. Закрой наглухо двери, Проедь по ветке стального метро, Кури свои сигареты, Дыши никотином, Срывая ярмо Фарфоровой жизни из клепа, Найдется щепотка немого кино, Дни разбивай на куплеты, Проблемы съедай вы с эскимо. Как можно долго себе врать, Венецианских дожей ублажать, С улыбкой маски на лице, Скрывать вулкан своей душе, Туманный, блеклый маскарад Всем подбирает новый лад, Но ты играешь рок-н-ролл, Гитара, гриф, и кончен спор, В уксусе вы бы вывори струны, Колкой скрипит талант, Бьется в агонии слово, Свободу сковался трап, В треле звонка телефона, Послышишь звон монет, С филигранной тоскою поэта, Вновь спешишь на концерт, Творчество требует жизни, Таланта твоей души, Запомни, гения мысли, Не продавай за гроши. Спасибо, Елизавета Кобец, Дорогие друзья. Знаешь, Лиз, я вот подумал тут, Действительно, Почему люди у нас все время Ищут какие-то подделки, Ищут какие-то вот Поэ... Понимаешь, в чем дело? От поэта, да, вот ждут, Если человека называют поэтом, да, Ну вот он сейчас современный, да, Я поэт, От него сразу ждут Каких-то великих, Мудрых стихов, Чтобы поразило меня лично, Того, кто, вот, Читателя до глубины души, Вот, и когда читатель вдруг Неожиданно в современной поэзии Видит и слышит что-то такое, То, что раньше как бы и не слышал, И не видел, Вот так же, как в свое время Пушкин писал, Он же писал простые слова Внес русский, В русскую поэзию, да, До него высокий штиль в основном был, Вот, и сразу люди, Ну разве это поэзия, Это же подделка, Пушкина тоже так ругали В свое время, вот, За это, вот, Но у него был читатель-царь, Самый главный читатель И цензор, да, Хорошо, Ну давай, Я так что-то отвлекся философски, Ну и вот если продолжить, Вот, читатель-царь, Царь-цензор, Каждый человек хочет быть цензором И выразить свою собственную позицию, Но не всегда эта позиция Сегодня у людей сформирована, Да, Есть, дорогие друзья, Мне кажется, есть просто стихи, Скажем так, Слабые, Имеется в виду, Там, Как-то немножко не сделанные, Корявые там, К примеру, Да, Но все равно, Если человек что-то там из себя выдает, Значит, ему, Это все равно здорово, Замечательно, Другое дело, Что когда эти корявые стихи Начинают печатать большими тиражами, И пихать в мир, А сейчас только деньги имеют, Пожалуйста, И сдавай, Вот это уже не то, А само творчество, Оно в людях должно быть, Я считаю. Оно должно быть, И оно должно пониматься другими людьми, А не быть ради пиара, Ради красного словца, Как просто заявление о себе, Что вот я поэт. Нужно думать о том, Что ты заявляешь, То, что ты говоришь, И нести ответственность за это. Когда человек берет ответственность за свои слова, Он намного больше приносит людям. Да. В том добра. Давай, давай, свои слова. Ответственные. С глаз долой, Из чарта вон, Ты гуляешь по садовой, Тихий атомный садом, Наша жизнь пройдет гаморрой, Дисководы БМВ давят фауну повсюду, Зебры прячутся в траве, А веб-камеры в простуду, Рыжий ян капитала на крови, Генетическая мода, ГМО, запятаки, Тело сбросьте с эшафота, Рыжий янке лучший брат, Кока-кола его символ, Доллару кричат виват, Сомкните ряды, Сомкните. Мальчуганы во дворе, Словно добрые собачки, Моют тачки у кафе, За бандитские подачки, За салатом оливье, Казнокрады, Пирог режут, В таракоте, И на дне, С горьким вместе цепью держат, Мир вокруг сошел с ума, Солнце диск, Гвоздем распяли, Петербург, Твоя стезя Зажигать огню зарями, Неформалы на Неве В подземелье нас проводят, Под фанеру, На ТВ, Как ванданты звезды бродят, Баскетбольные порты В рэпе Отбивают ритмы, Бронкс в рыбацком, Позади, Хлестай микрофонной плетью, Фронтоватый и пустой Невский Хлюпает по лужам, Он болотистой тропой Разъедает траверс душам, Ценник ценностей Все вниз, Ценс на ханжество Повсюду, Цербер цензора Загрыз, Ценник нагло Хлещет воду, Преступления, Секс, Кино В глянце Продвигает лобби, Трепанирует добро, Ищем сами Траверс топи, Раздави свое ярмо, Изживи раба Делами, Чернышевский нам, Тавро, Такелаж, Свой мозг, Снастями. Спасибо. Елизавета Кобец, такой обличающий стих, такой, ну, как инкурсировано-то. Обличающие стихи вообще, ну, я так называю в кавычках, очень сложно писать, потому что преодолеть в другом человеке, вот, как бы, чтобы выслушали именно твою точку зрения, да, на какой-то социальный момент, там, можно преодолеть только художественным каким-то вот приемом, тогда человек, оп, и тебя слушает. Мне кажется, у тебя получается. Давай дальше уже какие-нибудь, или что там у тебя еще, все, давай другие какие-нибудь планы стихи. Я предлагаю перейти совершенно в другой ракурт. Да, детские. Мы, так или иначе, все выросли в маленьких дворах, когда нас воспитывали наши бабушки и мамы, когда рядом с нами были сверстники и друзья, и все мы родом из детства. Правда, оно разное у каждого, свое, но чтобы оно было лучше и более светлым, хочется подарить детям хорошие, добрые, настоящие и искренние стихи. Такие я стараюсь также писать. Кошки-кошечки. Жили-были кошки-кошечки, две у окошка, две в лукошке, две у прялки, две у кресла-качалки. Пили чай черничный, ели пряник столичный, пряник с медом и орехом, да с изюмом золотым, чай с душицей и конфеткой, с сахарочком молотым. Жили-были кошки-кошечки, две у окошка в лукошке, две у затейливой прялки, две, в узорное кресло-качалки. Кошки мои, кошечки. Замечательно. Такие детские стихи. А давай еще детское что-нибудь. Ну, после кошечки... Ну, как детское, оно и взрослым приятно слушать. Согласна. Ну, вот после кошечек родилось стихотворение «Мышки». Не могут быть кошки без мышек. Мои мышки ждут меня у порога, у окна, у кроватки и у катки. Ходят целый день за мной в зимний холод, в летний зной. Мои мышки просто прелесть. Тельце с мягким ворсом серым, хвостик загнут коленцем, ротик алая заря. Глазки весело блестя хитро смотрят на меня. Мне не нужно их кормить. Мне не нужно их ловить. Потому что две наружки это тапочки, зверушки. Замечательно. Елизавета Кобец добрые, светлые стихи тоже пишет. Называют... Ну, мы называем их детскими. Слушай, а я знаю, что там на твои стихи группа песню поет, да? Да, совершенно верно. Ты этот стих даже читала сегодня. Да, Hoku Rock'n'Roll. Это группа, которая в данный момент вышла в финал рок-фестиваля Прорыв. Работают с моими текстами и предполагается запись альбома. Группа, есть название? Группа Игрок, руководитель Смирнов Игорь. Спасибо, Игорь, что... Да, откликнулся. Да. И пишешь музыку. На мои стихи тоже песни люди пишут иногда. На какие? Я и сам. На какие? Есть, есть. Ну, вот это вот сейчас там... Помнишь, у меня есть стихотворение на Петербургу посвященное? А можно, слушай, я ее... Продекламирую. Это будет интересно. Да, и вот на него сейчас песню пишут. Я еще сам песни пишу свои, но это отдельная история. А сейчас вот Петербург у нас. Кстати, между прочим, сегодня день города, господа. Поздравляю всех. Солнце топот, медью пламя, Брызжет в улицы лучи. Город каменное знамя, Здесь решеток бьют ключи. Здесь искусство уважают И звонят в колокола. Всадник неба объезжает Шпили, башни, купола. Петербургские трущобы Взглядом светлым озарит. Львов обрадует. Еще бы! Улыбается гранит, Обнимая стан каналов, Сфинксов томные тела. Здесь ограды из кораллов Разъезжают катера. И довольный над мостами Светит ласково в туман. Стражник утра Нам представил в камне Созданный роман. Ну, это у меня стихотворение Называется «Утро в Петербурге номер один». Замечательно. А номер два, знаешь, оно короткое какое. Номер два. Ну, сегодня день города. Надо, значит, надо городу. А, есть еще утро в Петербурге такое. Цуапулька пунцинг панс. Риск, поступка, дарит шанс. Виск, маршрутка, карусель. Утром пробка, как кисель. И как тромбоциты в вене Люди в метрополитене. Такое. Задорное и веселое. Реально. Это утро тоже такое у людей бывает. Хорошо. Елизавета Кобиц, пожалуйста. Вам слово. А это был Владимир Антипенко. А теперь Елизавета Кобиц. Ну, коль уж затронули тему городов, есть у меня стихотворение не Петербургу, но Мурманску, который оставил достаточно глубокий след в моем сердце. Улицы Мурманска. Улицы Мурманска. Седых снегов и холода преград. Здесь что ни улица, то память о храбрых героических делах. Вот капитан Егоров тралит в гусейной балке на РТ Двина. Под парусами капитан Копытов, а с неводом-гигантом Маклаков, челюскинцы, аскольдовцы, пропитан морской солью ваш характер храбрецов. О, капитаны, о, первопароходцы, ученые и промысловики. Приверженность морским традициям потомками соблюдены. Городом выболел Петр с болотистых роз. Выпьем, шлегче глазеть, на перу навугать. Дельты Невы обнаглев собирается роз. Шведам грозить и в Европу окно прорубать. Триста уж лет почитай, продолжается стук. Каменные щепы, гора над Россией летит. Новой столицей назначен Петрон Петербург. С древней жрицей Египта гранит, говорит, холодно львам. И грифоны привыкли к теплу лед охранять. Для любого покажется сном, спит Петроград. Но авророй разбуженный сфинкс нам подмигнул. И в блокаде стоит Ленинград. Адский огонь и щербатые лики вождей. Выпиты временем, камни о них умолчат. Выпьем, шлегче глазеть, на перу навугать. Дельты не вы, Петербург. Набирается сил шумя летейным. И не ой кипя в костях крестьян. В гвоздях Христа, в конях Петра. С праздником, дорогие друзья. Сегодня день города все-таки. 27 мая. Лизаэта Коббис в гостях. У Владимира Антипенко поэт. Это было мое стихотворение. Это я сочинил. Замечательно. Давай. Теперь твои стихи. Читай сразу. Мы с тобой не расстанемся, мой рябиновый город. Даже если уеду, неизвестно куда. В моем сердце останутся волшебство снегопадов, Горький вкус алых ягод на замерзших губах. В моей будущей взрослой и таинственной жизни Я под вечер присяду, взяв старинный альбом, Чтобы вспомнить о детстве, Чтобы юности вспыхнуть И слезу уронить над рябиной листом. Мой полуночный, мой звездный, Мой рябиновый город, Весь увешанный мусами слепых фонарей. Мы с тобой не расстанемся, Даже если захочет Нас судьба развести По просторам земель. Замечательно. Лиза, ну вот наша программа идет, идет, идет. Если что-то еще не сказала, Самое время сказать и рассказать о себе. Елизавета Коббис, пожалуйста. Благодарю. Ну, стихи... Что хочешь? Не всегда бывают гражданскими, Не всегда бывают детскими, Порой они бывают и хулиганскими. О, интересно. Сейчас я вспомню, секундочку. Глотая платину стихов, Страниц в бетонном переплете, Я до утра читать готов. Тебя, мой город, на болоте, Смотреть, как выцветший туман, Ложиться мхом на старый город, Как исторический титан, Потуже стягивает ворот, Мой Петр замерз, Его ладонь похожа на мою, наверное, С гранита сполз, Дрожит огонь, Невою отраженный нервно, Иду во сне, Глотая труд, Безумцев сотворивших чудо, Пусть на болотах зарастут, Все убежавшие отсюда! Опять Владимир Антипенко вклинился. Ничего. Нашла? Да. Давай. Пойтарское хулиганство. Пятый угол ты ищешь повсюду, Петербурга проснувшихся улиц он есть, Кариатидой, пилястрой, Подобно и тюда. Проходящий оркестр играет, Твою честь. Ты, пожалуй, не так многословна, В этом ворохе, Морской волны, Всеобъемлюща, Беспрекословна, Верховна, Знаешь больше, Чем все те ведуны. Мы обожаримся, Стоя у солнца, Оно взмах веером, А ты, Ты ешь эскимо, Я развлекаю беседой саксонца, Лучше б книжку прочла Того самого Алана, Чтоб его по. Ты и я читаем бумажки, Их глупость развесила По фонарным столбам, А в подвалах меж тем Поднимаются фляжки За верность и преданность Столбам и гербам. В пестром вихре идет хулиганство, Орфаэпия, Морфология, Все в клубок. Не подумайте, И йоты в том интриганство. Нет, просто шутит пророк. Дует холодный ветер, Пахнет луной и снегом, Город плывет ковчегом. Что ты наделал, Петя? Санкт-Петербург качает, Город искусства вымер, Пьяный матрос Владимир Мертвым стихи читает, Нас арарат не встретит, Ной не откроет трюмы, Петр стоит угрюмый, Летит летучий голландец, Что ты наделал, Петя, Первый матрос России? Над Петербургом синий, Дует холодный ветер, Пахнет луной и снегом, Мертвый фонарь, Аптека, И среди звезд тревека Город плывет ковчегом. Дорогие друзья, это был Владимир Андипенко, а в гостях у меня сегодня поэт Елизавета Кобец. Лиз, ну вот, такое время совсем уже, когда можешь что-то на прощание сказать нашим телезрителям. Хочется пожелать, читайте хорошую поэзию, читайте поэтов, пишите стихи, не стесняйтесь, и верьте всегда себе и своему сердцу, не изменяйте себе. Вот такое пожелание от Елизаветы Кобец. Ну вот, кстати, у нас вот в арт-салоне Невский 24, вот в ближайшую среду будет закрытие сезона Театра поэтов послушайте, руководителем которого является поэт Владимир Антипенко, то есть я. А сегодня вход свободный там, а сегодня в гостях у меня была поэт Елизавета Кобец. Лиза, ну что, у тебя лозунг есть в жизни? Ну, а пасаран. Все, господа, встретимся через неделю, пока. До свидания.